Расскажи немного о себе, где ты сейчас и кем работаешь? Я сейчас работаю в Яндекс.Трекере, я фронт-энд-разработчик и по совместительству я руководитель группы также фронт-энд-разработки. Но у нас как бы так устроено, что у нас есть так называемые виртуальные команды, поэтому в моей группе есть разработчики из других сервисов тоже. Каким самым интересным проектом тебе приходилось работать? То есть, возможно, что-то не слишком такое большое, а сложное, а именно вот что-то, что тебе чаще всего вспоминается. На самом деле здесь, мне кажется, банальный ответ будет, что самый интересный мой проект — это мой текущий проект, этот Яндекс.Трекер, потому что я когда-то... Ну, я не все время, сколько я там в Яндексе работаю в Трекере. Я осознанно ротировалась когда-то в Трекер, потому что мне он казался очень интересным тем, что, во-первых, он как продукт сложный, и он довольно большой. И там, конечно, если сравнивать с каким-нибудь серпом, то это, наверное, все равно масштабы очень разные, но все равно там и кодовая база очень большая, и довольно старая, и там очень много так называемых челленджей. Ну, тебе явно нравится твоя профессия, но что тебе больше всего нравится в ней, и что, наоборот, не нравится? Здесь есть некая объективность, то, что первое... Ну, как бы твой код, он либо работает, либо не работает. Его легко замерить, то есть он либо оптимален, либо нет. То есть как бы здесь, в этом плане, все довольно четко. Вот эта четкость, она мне прям вот очень-очень нравится, и это прям, наверное, то, что меня, скажем так, когда-то в эту профессию привело. Вот. А то, что мне сейчас нравится еще и в своей работе как руководителя, это, конечно, то, что люди прям горят в своей идее, то, что у людей, как правило, особенно те, которые, там, допустим, получили образование непрофиля и осознанно перешли в эту профессию, они прям любят это дело. То есть люди очень увлечены, и это очень круто. То есть очень много интересных людей, очень много людей с разными мнениями, разных точек зрения, и все прям действительно любят свою работу. Это прям классно. Расскажи тогда, как ты попала в эту профессию? То есть ты где-то специально училась, у тебя профильное образование, или просто вот так сложилось? Ну, здесь такая история довольно путанная, может быть, и долгая, долгая, потому что по образованию я экономист. Вот. И то есть как бы если бы я работала по специальности, я бы работала бы, например, либо бухгалтером, либо финансовым аналитиком. Ну вот, в общем, занималась бы там. Может быть, это косвенно можно назвать анализом данных, но это очень прям вот не имеет там никакого отношения с тем, что сейчас на хайпе, скажем так. Вот. Но где-то примерно на третьем курсе я поняла, что мне вообще как бы не нравится прям вот профиль мой, но была большая сложность, что я не понимала, а что же мне нравится. То есть понятное дело, что там были там куча хобби, мне очень нравились иностранные языки, мне очень нравилась фотография. То есть и в принципе где-то там под корочкой было увлечение, и IT-сферой в том числе. То есть мне нравилось ковырять даже как бы просто открывать там дептулзы и ковырять странички, ну то есть как-то изучать, может какие-то там hello world описать. Ну просто, знаешь, как-то это было вообще абсолютно настолько далеко для меня, потому что я думала, что это все действительно очень сложно. Не знаю почему, но вот был такой стереотип. Поэтому я подумала, ладно, пойду, наверное, по своим активным хобби. В общем, я пыталась, работала и переводчиком как-то, и работала фоторедактором, но, наверное, дальше всего я задержалась в рекламной сфере. Я работала, так скажем, менеджером по работе с клиентами. То есть как бы когда-то один из самых крупных, может быть, клиентов это был МТС, то есть я занималась тем, что организовывала там всякие съемки, роликов там рекламных и всего такого. Был в этом свой интерес, но я, честно говоря, страдала, потому что я понимала, что это не мое, что мне неуютно. Мне не нравилось прежде всего то, что софт-скиллы, так называемые, стояли, прям вот доминировали настолько, что все зависело от того, насколько хорошо там ты поговоришь с человеком и с людьми там, допустим. Ну вот вплоть до того, насколько ты там приятен человеку, насколько у тебя получится с человеком подружиться. Вот это мне было прям вот очень некомфортно. Я поняла, что надо что-то менять, потому что еще чуть-чуть и будет какая-нибудь депрессия или что-то такое нехорошее. И, соответственно, я подумала, наверное, надо просто, во-первых, отдохнуть, вот, а во-вторых, просто посмотреть вокруг. И я просто стала много читать, ходить, как-то посещать выставки какие-то, ну, знаешь, выставки имеют не художественные, а достижения народного хозяйства, назовем это так. Вот. И у меня почему-то щелкнуло как раз на какой-то из выставок, связанных с IT. У меня тогда прям, действительно, это было какое-то как озарение. То есть вот оно, точно, то есть вот быть хоть чуть ближе к всей этой магии, ко всей автоматизации. Что было дальше? Дальше я пыталась, совмещая со своей рекламной работой, проходить курсы. Я помню, что я пробовала проходить интенсив HTML Академии. У меня тогда ничего не получилось, потому что просто там работа в рекламе — это тоже как бы 24 на 7. вот, и я поняла, что надо рискнуть. Короче, я бросила просто всю работу, вот, благо там была возможность, и я просто где-то на год, скажем так, заперлась, штудировала спеки, документацию, то есть как бы... и прошла, кстати, еще раз курсы HTML Академии вот интенсивно уже, скажем, успешно. Вот, и дальше я просто пыталась там как-то что-то изучить, понять, ну, то есть все равно самое эффективное было это самостоятельная работа, самостоятельное изучение. То есть было много энтузиазма, много желания, много усидчивости, и здесь, наверное, это даже ценнее, чем какое-либо образование, которое навязано извне. Расскажи немного, чем ты предпочитаешь заниматься вне работы, то есть есть ли у тебя какое-нибудь такое необычное хобби, которое позволяет разгрузить там мозг или вот как-то отойти от этой IT-сферы? Здесь, кстати, как раз, я думаю, и появится ответ на то, а что же мне, может быть, не нравится в моей текущей работе, это то, что есть какой-то потеря, там, допустим, баланса работы жизни, потому что хобби на самом деле у меня много, и те самые профессии, которые я когда-то попробовала, они так и остались на уровне хобби сейчас, то есть мне до сих пор нравятся иностранные языки, мне нравится, там, как-то, не знаю, читать на французском условно, там, или что-то слушать, ну, то есть как бы как бы и хотелось бы развивать, но вот не хватает времени из-за того, что текущая работа настолько меня поглощает, настолько мне нравится, что мне остается времени ни на что, но давай расскажу все-таки про хобби. Какие есть у меня хобби? Есть, скажем так, те хобби, которые классические, наверное, назовем так, это поддержание физической формы, мне очень нравится плавать, очень нравится бегать, я люблю все вот эти вот забеги, когда тебе дают медальку там в конце, очень приятно, вокруг там поддержка, люди там, что такое, вот, мне прям очень это нравится. Помимо этого, мне очень нравится заниматься музыкой, у меня есть маленькая укулеле, на которой я люблю иногда, так скажем, потренькать, но это так, скажем, очень такой несерьезный хобби, то есть я не то чтобы в этом выступаю, нет, это скорее как раз-таки разгрузка. Вот, ну и те хобби, которые я вот уже упомянула, это иностранные языки, мне очень нравится читать, изучать, и фотография тоже остается моим очень таким близким сердцу увлечением. Много тратишь, наверное, времени и сил именно вот на поддержание скиллов, на изучение что-нибудь там нового, на посещение конференций, а как ты стараешься держать себя вот в этой форме и в тренде текущих технологий? Хороший вопрос. Это прям очень актуально, потому что фронтенд, он меняется просто каждый день. И здесь, да, пожалуй, именно поддержание себя в тонусе занимает довольно много времени. Это как раз-таки тоже одна из причин, почему на вот те хобби, которые я перечислила до этого, остается не так много времени, как хотелось бы. Да, то есть мне нравится ходить с ребятами, с коллегами и на какие-то локальные метапы, там, будь то Moscow.js какое-нибудь, или если мы там в Питере, допустим, там, Питер, CSS, ну, что-то такое. И, естественно, это подкасты, там, веб-стандарты, там, какие-то еще там девшахты, вот все такое. Интересно, когда у человека точка зрения отличная от моей, и мне всегда интересно узнать, почему она такая, и вот подкасты для меня вот такой способ почерпнуть вот таких точек зрения. Ну, и, конечно же, это, там, подписка на рабочую группу TC39, там, стандарт, чтобы узнавать, там, быть в курсе каких-то нововведений. Было ли у тебя когда-нибудь в профессии такое, что к тебе относились как-то по-другому, в связи с тем, что ты девушка, и раньше в камере в IT было мало девушек, некоторые люди там либо удивлялись, либо вот как-то странно себя видят. Было ли у тебя что-нибудь подобное? На самом деле не могу сказать. Возможно, я просто научилась как-то это фильтровать, потому что я на самом деле очень много каких-то таких вот стереотипичных мнений вижу за пределами своей работы, и я просто отрастила себе какую-то толстокожесть, вот, поэтому, может быть, если что-то и мелькает, то я этого даже, может, не замечаю. Но, наверное, ну, максимум, что такое я встречала в работе, это, не знаю, кто-нибудь мог не со зла там, назвать меня уменьшительно ласкательным именем, ну, то есть, как бы, там, не Аня, а Анюта, допустим, вот. Ну, я просила так человека не делать, человек не делает, вот, ну и всё, как бы. То есть нет такого, что, там, нет, девочки нельзя, или, там, наоборот, это же девочка, давайте вот, потому что девочка. Но, как бы, это объективные такие вот факты говорят о том, что этого нет. Но у меня есть постоянно такой синдром, даже это не самозванца, не знаю, синдром diversity, наверное, можно это назвать. Из-за всей этой шумихи в целом в мире, то, что вот надо, там, права женщин поддерживать, там, брать, и вот, как рассказывала одна из вот других участниц интервью предыдущих, что вот за рубежом, там, в Америке, очень прям есть квоты, и ты иногда не можешь понять, а тебе действительно предлагают какую-то офер, потому что ты девочка, или потому что ты классный спец. Вот. Иногда у меня бывает такое, что, блин, а действительно ли меня, там, допустим, похвалили за то, что я действительно что-то круто сделала, или, может, потому что всё-таки... То есть это реально какая-то паранойя, вот, исходящая уже лично от меня, вот, но вот так, чтобы какие-то подтверждающие были факторы, нет, такого нет. Немного рассказал о том, как ты входил в профессию, то, что ты там изучала, но есть ли у тебя какие-то рекомендации для людей, которые либо вот только студенты хотят тоже попробовать себя войти и как-то начать, либо для людей, которые там проработали уже где-то несколько лет и решили сменить профессию, и можешь ли ты ещё чуть-чуть рассказать? Я знаю, что ты принимаешь участие в ШРИ, вот, довольно часто, вот можешь ещё рассказать об этом, как, наверное, туда готовиться, чем ШРИ лучше, чем самостоятельная подготовка. Ну, давай начнём по порядку. С чего начать, если, допустим, нет вообще никаких знаний и вообще непонятно, что есть такое фронтенд? Я советую начинать с курсов. Сейчас очень много прекрасных вообще курсов. Та же самая HTML-академия. Я считаю, что их небольшие интерактивные курсики просто прекрасны и хорошо закладывают базу, основу. Вот. Ну и, естественно, там, не Академия единой, просто там и у Яндекса есть свои курсы, и, ну, я имею в виду там какую-нибудь практику, например. Вот. И просто можно зайти там в Яндекс.Гугл, вбить курсы там фронтенд-разработки онлайн, и там, скажем, база будет нормальная, независимо от того, что, там, какую платформу выбрать. Но единственное, я бы советовала начинать всегда с изучения так называемых основ. То есть ошибка новичков всегда — это изучать конкретную, конкретный фреймворк. Вот сейчас такая проблема есть с React, допустим, что человек может писать на React, но при этом не понимать, как работает язык. И наш главный язык — это JavaScript, плюс сейчас еще все актуальнее становится TypeScript. Я бы советовала начать с них, то есть с тех, как вот, с понимания того, как языки работают. Вот. Это прежде всего и, там, естественно, понимание того, как работает браузер. То есть наши главные инструменты, вот, это не, там, не фреймворки, а, собственно, браузер и язык. Вот. Поэтому советую обращать внимание именно на курсы, которые дают понимание именно этого. Вот. А то, что касается Шри. Как готовиться к Шри, на самом деле, я бы советовала посмотреть на, во-первых, вот в Академии Яндекса можно посмотреть на какие-то, плюс на Ютубе можно посмотреть лекции, которые читали в Шри. Плюс там есть всегда разборы домашних заданий, не домашних заданий, а тестовых заданий. Можно попробовать начать с того, чтобы взять какое-нибудь тестовое задание из предыдущих потоков и попробовать его выполнить, а потом посмотреть разбор. И смачить, а насколько вообще то, что сделано, соответствует тому, что разбирали и как объясняли. Вот. И уже отталкиваться от этого. Если было всё, скажем, просто, то можно смело идти и не бояться, не робеть. Вот. Самое главное — это то, что надо дерзать. То есть многие люди боятся того, что, боже мой, это же Яндекс, как же так? Нет, это не так, надо просто попробовать. И я когда-то сама тоже так же попробовала. Я вообще когда-то, собственно, да, наверное, важный момент, который я упустила, когда после моего годового отшельничества я попробовала, ну так, на всякий случай, ну, вряд ли у меня что-то получится. Попробовала сделать тестовое задание в Шри, это было ещё в пятнадцатом году. И внезапно у меня получилось, и меня взяли. Вот. То есть, как бы, вот я живой пример того, что надо в себя верить, и просто надо, как говорится, глаза боятся, руки делают. Надо пытаться. Вот. И непосредственно в Шри это уже, на самом деле, очень крутой такой, крутой подспорье в развитии профессиональном. Даже если у человека нет желания оставаться непосредственно в Яндексе, то есть, как бы, Шри чем ещё может быть интересовать? Тем, что после Шри, если хорошо себя проявить, можно попасть на стажировку. В Шри как раз круто то, что можно получить работу, опыт работы в настоящей команде с настоящими проектами, потому что туда приходят менеджеры изнутри Яндекса, приносят свои идеи, туда приходят дизайнеры из самого Яндекса и помогают это всё обрисовать. И, соответственно, вы с ребятами из школы бэк-энд разработки занимаетесь тем, что, собственно, это и реализуете. То есть, и есть примеры, когда такие студенческие проекты оставались, так скажем, жить и приносили пользу уже внутри Яндекса. Хочешь ли ты ещё о чём-нибудь рассказать, либо дать какие-нибудь советы? Я могу посоветовать по своему опыту, исходя из своего опыта, не наступать на мои грабли. Мои грабли состоят вот в уже упомянутом потерянном балансе работы и жизни и последующем эмоциональном выгорании даже. Потому что проблема всегда беда людей, которые переходят осознанно и попадают в ту сферу, которая им прям по уши нравится, прям, это, в общем-то, то самое выгорание, потому что тебе очень нравится, что ты любишь свою работу, ты готов работать 24 на 7, но спустя пару лет ты понимаешь, что и здоровечка уже не то, и что-то уже и грустненько как-то, и уже просыпаться сложнее, там, вставать по-троам, и начинаются мысли, что, боже мой, а неужели я ошибся? Как же так? Вот, это на самом деле всё, не верьте себе, то есть самое главное — это соблюдать баланс. Даже если работа будет очень нравиться, всегда должно быть что-то ещё, что переключает вас, потому что так будут и быстрее приходить идеи, ну, хорошие, классные идеи каких-то, реализации каких-то задач, вот, и так будет просто проще жить и проще работать. Спасибо большое за твое время, за твои ответы, вот, надеюсь, что у тебя всё будет хорошо в балансе между работой и увлечениями, вот, если что, люди напишут, может, запишем ещё одно видео. Спасибо тебе, пока. Спасибо большое за приглашение, пока. Спасибо.